Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 июня, 2018 год. Сейчас я еду за своим приятелем из Москвы, Владимиром Розуновым, известным телеведущим с телеканала «Ностальгия», ведущий передачу «Рождённым в СССР». Владимир приехал к нам в гости в этом году для участия в фестивале авторской песни и поэзии, который проводится у нас каждый год. Ну вот, есть свободное время, я хочу устроить небольшую экскурсию для Владимира по интересным местам на Абшироне. К сожалению, времени очень мало, поэтому у нас путешествия будут ограничены по времени, по количеству объектов, которые мы успеем посетить. Но, тем не менее, что-то мы все-таки смеем посмотреть. Так что будьте рядом, если вам это интересно, далеко не уходите. 22 июля, 2018 год. Меня зовут Николай Вискера. Внимание на экран. Итак, друзья, вот мы встретились с Владимиром. Владимир, рад тебя приветствовать, нас снова в Паку. Привет, Миша. Привет. Рад тебя приветствовать, рад тебя видеть. Взаимно. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Да, спасибо большое гостеприимному Баку. Мы отправляемся в путь. То, что получится увидеть сегодня, мы увидим сегодня. Остальное мы увидим в другой день, быть может. Будут еще встречи разные. Я надеюсь, что ждет очень много приятных моментов в этом приятном городе. Хорошо, поехали. Поехали. Давай. Ну, для местных жителей Баку, конечно, это место знаковое. Для тех, кто не знает, вы не переживайте. Мы не подожгли из Миши эту гору. Здесь такой жар. Пока рано вызывать еще службу спасения. Ларнардак. Горящая гора. Городная гора. В общем, язычники, в данном случае, они приехать сюда в это знаковое место тоже нельзя. Каким дом будет немножко очиститься. Говорят, нужно три раза подойти для того, чтобы и потенция была, для того, чтобы было в жизни все хорошо, для того, чтобы омыть и болезни свои, и грехи свои убрать. Три раза. Вот у него уже обгорает. В общем, очищает ауру, повышает потенцию, усиливает лебедо. Лебедо – это хорошо. Я за это отвечаю. Проверено. Вот этим, просто так. Это сильно нагревающий организм, сжигает все оттуда цены. Вроде. Ух. У Володи в шортиках. Потенция повысилась. Повысилась. Уже хочется, да? Заведем вверх. Заведем вверх. К сожалению, сильный ветер и, наверное, помешает звуку, но мы с Володей на горячей горе. Вон, Володя. Не, вы держите, можете держите сами. Сохранить. Я сам поддерживаю. А вы откуда? Я здесь один Здесь на нем? В этих местах? Да Вся жизнь здесь на прорубь Ага! Это паспорт всего года Поправляю с ним на дорогу Как? Плохо что ли? Хорошо, вы что ли? Мы сейчас один баран хватает Да, теперь Паспорт делаешь Долмоз делаешь Все Хватает Это что, когда голова болит? Да, когда голова болит Вот нес Смотри Положи Это вот когда голова болит Вот так нужно лечиться Да Никакого цитровона Спасмолкона Ничего не надо Просто прикладываешься к любимому Животному И все сразу проходит Сейчас через два года Еще молодой Да Смотри 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 Здесь название выложено из камней Туристов опять-таки кто не знает Местные знают хорошо это место И сюда привозят таких кофе Но все хорошо Все как рукой смыло Как огнем смыло Вернее сожгло всю полячку Ну давай А вот На лоде понравилось Колтарю Возьмите камнем, постучи по нему Вызывай духов Я не духов вызываю, это, по сути дела, барабан Только вот из такого камня натурального Вот смотри это вот Вот здесь вот, мне Миша рассказал То, что сейчас называют тазом или ванной Раньше сюда вот в эти вот каменные глыбы Специально заточенные под тару Волнялся виноград Либо какими-то другими фруктами Давился сок Я сейчас не буду сюда вставать, поскольку камень достаточно древний И это будет не очень хорошо Он тебя выдержит, не бойся Будешь встать? Вот так это происходило, сок вытекал Сделали из этого Ну сок, скорее всего, из этого Это, видимо, для стирки Да, вот здесь видно, где он может вытекать Этот сок Делали такой концентрат Концентрированную вещь такую Которую потом можно было использовать И в виде жидкости Ну шапка называется Да, и вино, наверное, делали, да? Ну, может, его тоже делали Не знаю, сколько сотен лет этим камням Думаю, что это не от нас Вот еще маленькие тоже с сосудками Тоже какая-то ванна Не знаю, можешь купать детей, наверное Так, ну мы покидаем Янардах и едем дальше в Суруханы на Аташкях Селение Суруханы Селение Суруханы Храм Аташкях Аташкях Храм Огнепоклонников Красивое место Красивое Храм Огнепоклонников Ну вы, табакинцы, хорошо знаете это место И сюда многих привозили, показывали А я здесь впервые Вообще, конечно, в Баку уже очень много и видел за вот эти две поездки В прошлом году, в этом году Но в прошлом году вот и с Зауром, и с Сашей, и с Мишей, конечно Мы в основном по центровым таким объектам катались Наслаждались самим Баку красиво А в этом году мы по горам, по лесам, по храмам, по пригородам Изучаем уже такую народность бакинскую Историю, вернее, народу этого замечательного Мы часто ехали в редкое, на мой взгляд, место Где нам все расскажут Потому что я вам пока про это место ничего сказать не могу Сейчас нам все расскажут Все нам расскажут Поехали Вот это символ Зарастейской религии, которая называется Фаравахар И вообще Зарастейской религии, которая называется Фаравахар Есть уверенность то, что две селы управляют этим миром Это добро и сло И вот как раз над кроме камень воина изображен сам воин Вот 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 Мы собирались в фаравахар И бросали эти фрукты Вот Вот А вот Индуизм это многобожий И вот Вот И 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 вот Караван-сарай это место называется Для тех, кто не знает Михаил Порассказываю всем Вот здесь вот животных оставляли в этой части Видите, вот животные до сих пор остались с тех самых лет Да Мумифицированы сейчас Вот здесь вот привязывали за эти кольца И вот здесь вот готовили пищу для животных Они здесь кушали Сами же хозяина кушали вот за этой шторочкой в той отдельной комнате И тем временем не просто наслаждались едой вместе с купцами приезжающими сюда Они еще и торговали Поскольку нужно было как-то выживать А если люди сюда приезжают к их паломникам Значит они приносят что-то с собой Жертвуя таким образом Вот на это место где они находятся Прежде всего за молитву Поскольку была возможность помолиться за каждого Кто приезжает сюда Ведет беседу И наслаждается он теми фруктами Которые положены рядом с паломником и купцом А там лежит паломник, который истязает себя И он дал мой премьер с вас поднятой рукой Звук молитвы слышен вам? Звук молитвы слышен вам хорошо? До сих пор раздается С тех веков раздается эхо молитвы За сакральные места И до сих пор люди истязают себя Как и несколько веков назад Ну я не могу сказать вам досконально Потому что я вижу что только часть избранных людей Пускали туда в храм Верховных жрецов Да Остальные могли находиться рядом Но в принципе сила молитвы от этого не была меньше Может быть наоборот даже больше И сказано в Писании Кто придет последним Может станет первым Кто будет рядом окажется Кто будет не рядом окажется первым ближним Было интерактивно Чтобы тепловые и тактильные ощущения Все это было Я передам Президенту твои слова Пожалуйста да Мы пожелаем Здесь сувениры Ну да как в любом туристическом знаковом месте Есть сувенирная лавка Где можно приобрести не только макет Макет Вот Прайс Интересуется Прайс Не только макет горы Не горы А храма Огнепоклонников Вот сам храм Мы видим здесь Ну и в принципе сувениры связаны с Баку С Азербайджаном Вот мы видим три знаменитых огня Да Три знаменитые башни Вот мы видим девичью башню Которая представлена здесь вот таким образом Вот так вот мы любим трясти Для того чтобы наслаждаться этой красотой девичьей башни В общем Но Все что связано с любимым городом Баку Я люблю Баку Да Уже Уже переобрел себе Для того чтобы Азербайджан был у меня на голове Хорошо Надпись такая идет мне или нет Очень Нормально Ну здесь вот золото бриллианты разумеется все Все натуральное Вот это вот мы видим тоже украшение Чудесное Чудесное Ну это тоже конечно имеет прямое отношение с вами Да 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 Это просто какой-то уже блошиный рак Ну да Здесь на территории храмов и поклонников я решил переквалифицироваться из пастухов художники Делать Роспись вот таких бриллиантных фигур Работы у меня много так что я наверное здесь на целый день сегодня С Голденем умрешь хорошо заработаешь Да с Голденем умру Освел ряд профессий В баку В общем требует доработки Видите какую красоту это тоже я нарисовал все Ну просто сейчас уже детали какие-то штрихи у меня остаются Это пока не трогаем это пока сохнет краска Здесь сейчас закончим и дальше поедем уже с Мишей обедать Потому что нам труженикам иногда хочется обедать шашлыка Да Ну хорошо получил, Володя, я рад за тебя Да Старался Старался Приехали с Владимиром к Разинской горке Честно говоря сам здесь впервые Разинский вояж Да, Разинский вояж у нас здесь происходит Мне интересно вот как это делается наскальная живопись вон-то Как это все происходит Главное энтузиазм Да Микаил из Баку Вот не вижу здесь надписи Нет Сразу видно, что Миши здесь не было Миши здесь не был, да Да В невыносимую бакинскую жару надо прятаться, друзья Да, там Приезжайте в Прохлаву, в Разинские пещеры Хорошо Невозможно Советские имена здесь проводили В 1 мае были маевки Люди приходили здесь Травка была Устраивали пикники Зарили шашлыки, пили вино Мы сегодня с Мишей решили устроить маевку не в этом месте Да Миша говорит, что есть такая простая, но очень вкусная шашлычная Где можно устроить маевку Да На мае я сюда вряд ли приеду Маевку устроим в июле Мы заехали с Володей поеду Шашлычок Наша моя любимая шашлычная Люля, теке, зана, хан кабабы Печеные маевки, зимянки и володя Для Миши это проверенное место, поэтому он в плохое место не приведет Поэтому я сюда не побежал просто галопом для того, чтобы перекусить и люля, и запеченные овощи, и кензу, разумеется, и соленый огурчик Мелкость в водке сейчас нельзя Перед концертом Так уже арулим стоит После концерта Потерпим Пока покушаем Приятного аппетита нам У Вас называется баклажаны или синенькие? Баклажаны Баклажаны На бадамджан Синенькими не называют Многие почему-то называют синенькими Это в России, в Москве У нас по-русски называют зимянки Или баклажаны На бадамджанском бадамджан Синенькие тоже очищаем Да, очищаем, режем И там все на зарилке Потом сверху мясо кладем И там все это макаем И едим Ну как хочешь Ну как Ваши, в числе не было, Володя? Вкусно Здесь всегда вкусно Нам повезло, что народ сегодня не много Поскольку когда заведение хорошее Яблоко не где упасть Ну, вечер нам будет напекут сейчас Просто днем не так Ваши здоровья Спасибо Спасибо Ну, закончилось наше путешествие Слатилина по Абшерону К сожалению, времени мало Вечером концерта Надо торопиться Абшер Ну да, сейчас нужно переодеться Прийти в себя Попить водички Поскольку жарко В баку жарко Хотя, говорят, в этом году была рекордная жара Доходила до 46 градусов Да, по-моему Потом немножко спал Ветерочек И так хорошо уже можно дышать Все, друзья мои Встретимся на концерте Как всегда Наш супер оператор Микаил Все это заснимет Смонтирует И покажет тем, кто Не будет сегодня в зрительном зале До встречи А скажи, ты хотел сказать про YouTube Что ваш канал показывает на YouTube? А, ну теперь вот Мне очень многие говорят Что ностальгии теперь нет В телевизоре у них Теперь можно смотреть нас в YouTube зато Прямо прямой эфир в 22 часа Начинается в YouTube Вот как это было когда-то На телеэкране Также можно набирать YouTube Телеканал ностальгии Рожденный в СССР Подписывайтесь на этот канал И посмотрите его спокойно В любое время Потом программы выкладываются Если вдруг не получается Сразу посмотреть Но потом можно легко посмотреть в повторе Но ссылка на канал Остальгия будет в описании к этому ролику Так что не потеряйтесь Ну да, Миша пишет всю эту историю Поэтому я думаю Мы теперь уже точно не потеряемся Ну что, до вечера Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok